На связи со студией заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Госпожа госсекретарь, я рад приветствовать вас. Госпожа заместитель госсекретаря, как бы вы оценили итоги переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле? Юрий, думаю, мы знаем не так много о том, что именно произошло в Стамбуле. Важно, что Украина, несмотря на абсолютно неприемлемые требования России, практически требования полной капитуляции в этой войне, Украина осталась за столом переговоров, продолжила попытки найти дипломатическое решение этого ужасного, жестокого конфликта, и мы их в этом очень поддерживаем. Как вы думаете, есть ли сейчас возможность положить конец войне России против Украины дипломатическим путем? И если да, то на каких условиях? Ну, очевидно, мы должны продолжать дипломатические усилия. Россия решила переориентироваться и передислоцировать свои войска. Ясно, что это стало непосредственным результатом ожесточенного сопротивления, которое украинцы оказали под Киевом и в его пригородах, и в Чернигове. Однако мы знаем, что это просто перегруппировка российских сил. Они вернутся и в другие части Украины. Они продолжают обстреливать Мариуполь, Херсон, другие регионы страны. Дипломатические решения конфликтов обычно должны происходить после соглашения о перемирии, а не в разгар боев. Но русские абсолютно не желают идти на полное прекращение огня. Украинская сторона сказала, что готова обсуждать нейтралитет, готова обсуждать долгосрочную аренду в Крыму, множество других вещей. Но пока что российская позиция была такой. Капитулируйте, а потом, может быть, поговорим. Можно ли достичь перемирия в ближайшие недели? Конечно, это должно быть целью. Этого добиваются украинцы. На этом настаиваем мы с союзниками. К сожалению, Россия пока не до конца поняла, насколько крепка украинская армия. Российская сторона несет невероятные потери. По нашим оценкам, убиты более 10 тысяч человек. Но пока не будет настоящего перемирия, не будет серьезных переговоров. Посмотрим. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддержат итог мирных переговоров, которые позволят США поддержать оборону и безопасность Украины. В частности, какую поддержку в области обороны и безопасности Соединенные Штаты планируют оказать Украине в результате мирных переговоров? Если эта война завершится с помощью переговоров, нужно удостовериться, что она никогда не повторится, учитывая историю Украины, учитывая российские действия в соседних странах, в том числе и в Грузии. Поэтому Украине понадобится иметь в своем арсенале помощь. Вроде той, которой ей пришлось воспользоваться в этом конфликте, чтобы хотя бы удержать Россию от новых попыток. Нам вместе с союзниками и партнерами придется продолжать серьезно помогать Украине в сфере безопасности. Если мы придем к соглашению, для него понадобится международная поддержка. Но мы будем руководствоваться тем, что украинцы считают правильным, как они хотят защищать свой суверенитет и территориальную целостность в будущем. И мы готовы заниматься этим в долгосрочной перспективе. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно требовал, чтобы западные страны установили бесполетную зону над Украиной для предотвращения атак России или хотя бы предоставили Украине системы ПВО. По словам президента Зеленского, такое оружие есть в странах, которые раньше были частью Советского Союза. Будут ли такие ПВО предоставлены Украине? Не вдаваясь в детали из соображений секретности операций, я могу подтвердить, что мы рассматриваем возможность и уже предоставляем Украине серьезные системы противовоздушной обороны. Они попросили больше, попросили другие типы систем. Мы работаем над этим с нашими союзниками и партнерами, и мы полностью понимаем такую потребность. Как участие России в переговорном процессе повлияет на санкции США против России? Послушайте, если бы у нас было урегулирование этого конфликта путем переговоров, чтобы вывести российские войска из Украины, защитить суверенитет и территориальную целостность Украины в будущем, обеспечить восстановление Украины, в таком случае санкции могут быть свернуты. Можно рассматривать сценарий, в котором санкции последовательно снимаются при шагах по выводу российских войск из Украины. Но, Юрий, до этого еще очень далеко, потому что мы видим, как российские силы обстреливают Мариуполь, Херсон, перебазируют свои войска, чтобы вернуться на восток и в другие части Украины. Если будет настоящее мировое соглашение, можно обсуждать ослабление санкций. То есть в будущем мы можем увидеть усиление санкций, а потом их сокращение? Абсолютно верно. Пока эта война продолжается, мы вместе с союзниками и партнерами намерены усиливать давление на Путина и его правительство каждую неделю, ограничивая поступление денег, которые нужны им для военной машины. Спасибо большое, с нами на связи была заместитель госсекретаря США Виктория Нолланд. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.